Здравствуйте, дорогие друзья! В этом обзоре я продолжу тему двухканального зигбири Леокара и постараюсь ответить на наиболее часто задаваемые вопросы. Как работает опция интерлок и возможно ли работа этого реле в режиме сухих контактов? Напомню, в таком режиме коммутируемая линия реле не завязана на питающую линию, то есть вы можете включать и выключать абсолютно любое напряжение, которое подаете на вход и выход. Так ли это? Узнаем в нашем обзоре. В обычном режиме каналы реле работают независимо друг от друга, в том числе могут быть включенными одновременно. Режим интерлок блокирует одновременное включение обоих каналов. Для его активации сначала нужно включить любой из каналов реле, иначе этот режим просто не активируется. Потом в плагине реле зайти в меню настроек и активировать переключатель интерлок. После этого оба канала одновременно могут быть только выключенными. Включить их одновременно уже не получится. Включение второго канала будет отключать автоматически первый. Это пригодится для управления, например, трехпроводными электрокранами. Аналогично реле будет работать и с подключенным внешним выключателем. В один момент времени будет работать только один канал. Кстати, для такого режима, наверное, лучше подойдет выключатель нажимного типа, без фиксирования клавиш. Режим сухих контактов. В сети присутствует информация о том, что если убрать перемычку, которая связывает контакты L и IN, и подавать питание только на N нейтраль и L линия, то реле сможет коммутировать между двумя входами IN, которые между собой завязаны электрически, и выходами L1, L2, абсолютно любых напряжений. Давайте проведем некоторые замеры и убедимся, так это или нет. Для начала давайте замеряем сопротивление. Сейчас я буду мерить нейтраль и сопротивление остальных выходов относительно нее. Значит, L в районе 2 МОм, близится к бесконечности. Здесь также IN1. Второй даже тоже около 2 МОм. Это у нас L1, здесь разорванный контакт. Здесь также разорванный контакт. S1. 2 МОм засветилось примерно. Здесь разорванный контакт. Сейчас у реле оба контакта разорваны, выключены. Теперь я переключу режим в 200 КОм максимум, увидите зачем. И буду мерять относительно входящей фазы L. И выход IN1. Видите, здесь сопротивление 48 КОм, значительно меньше, чем 2 МОм. Здесь так же. Здесь контакты разорваны. Между L1 и L2 сейчас оба канала отключены. Соответственно, здесь ничего нет. И точно так же, тут меньше, чуть-чуть, 40 КОм на S1. На S2 ничего нет. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что между входящей фазой L и IN1 все же есть какое-то сопротивление. Оно достаточно большое, но все же не стремится к бесконечности. Соответственно, надо проверить, сможем ли мы снять напряжение с контактов IN1. Это два контакта одинаковых IN1. Без перемычки. Так, я включил реле в сеть. Переводим его в режим измерения переменного тока. И давайте посмотрим. Относительно нейтрали. Вот. И относительно входящей линии L. 230 вольт. А теперь давайте посмотрим, что на входе IN. 200, ну, примерно те уже 30 вольт. На втором аналогично. На L1 у нас ничего. На L2 ничего. С1. Вот, замкнул я сейчас реле, слышали звук. И здесь ничего. Собственно говоря, видно, что нет гальванической развязки между входящей фазой L и входами IN. Это, в принципе, и объясняет, наверное, тот момент, почему у некоторых моих, в том числе зрителей, которые писали в комментаторы, при отключении перемычки и попытке работать в режиме сухих контактов, ZigBee реле это сгорало. Потому что гальванической развязки нету, и можно с входов IN при общей земле снять 220 вольт. На всякий случай скажу, что в результате съемок ни одно реле не пострадало. Оно продолжает работать. Вот, режим интервок отрабатывает без перемычки. Но использовать его в режиме сухих контактов лично я поостерегусь, так как все-таки есть контакт между входящей фазой L и входящими контактами IN. И, честно говоря, не рекомендовал бы его использовать в режиме сухих контактов. Если у вас есть удачный опыт использования его в таком режиме, то делитесь им в своих комментариях, показывайте схему подключения, как она у вас работает, если работает. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Дальше будет еще интереснее. До новых встреч!